Илон Маск? Свет кипятком от завести со своими вонючими теслами. Да. Буэнос-Айрес, друзья! Хочу представить вам сегодня новейшую разработку наших коллег из инновационного макро-микро-наноцентра «Сколково». Лучшие специалисты отечественного танкостроения трудились над разработкой этого продукта. Футляр выполнен из массива ценных пород африканской фанеры и собран вручную индейцами племени Масай. Давайте же скорее перейдем к анбоксингу. Как вы уже догадались, речь сегодня пойдет о наших новеньких углодержателях. Действительно, все изготовлено вручную, это не было троллингом. Вадим сидел и вот заботливо вырезал вот эти все коробочки. И очень много труда, и, ну, наверное, будет громко сказано, если интеллектуального труда, но мы к этому, в общем-то, долго шли и испытывали. Вот так это все выглядит нарядно. Мы уже их испытываем, наверное, месяц, и мы писяем кипятком. Это прям реально классно. Сделано это все вот на станке, на, как это, фрезеровальный станок называется, фрезеровочный, фрезерный, фрезерный станок. То есть тут выдержана плоскость, что очень важно, когда вы собираете аквариум, да, склещики меня поймут, о чем я говорю. Выдержан угол. Есть вот такие вот P-образные держатели, которые, собственно, надеваются на стекло и фиксируются они вот такими винтами. С винтами тоже история там такая непростая. Оказалось, что такие пластиковые винты не просто пошел купил там или на Алишке заказал. Их пришлось тоже искать мастера и точить. Да, Вадим мне подсказывает, точить на станке. Это была целая история с этими винтами. И у нас их много, и они разной длины. Есть такие подлиннее, есть покороче. Такие вот. И нужно это для работы с разной толщиной стекла. Вот для сравнения, посмотрите, углодержатели, ну, нашего старого образца, да, с которыми мы работали раньше. Ну, разница налицо, во-первых, вес и объем, да, то есть вот это наш старый комплект, который мы поклеили, наверное, сотни уже банок. Очень практичная, классная, удобная вещь. Работать с ними одно удовольствие, мы не перестаем их использовать до сих пор. Но огромный минус, потому что приходится тащить весь вот этот вот пакован огромный, да, плюс еще струбцины и вот такая вот реалечка теперь у нас есть. То есть разница очевидная. Предлагаю сейчас выставить стекла и посмотреть, как это работает в деле. У струбцин старого образца есть еще один большой недостаток, который мы устранили в новых струбцинах. Дело в том, что когда ты клеишь большой аквариум, он стоит уже на столешнице, он должен стоять близко к стене. И конструкция вот этих старых струбцин наших пластиковых не позволяет собрать аквариум близко к стене, потому что, да, вот у нее вот эта шина, она шириной там 7 сантиметров. В новых, да, в новой модельке мы устранили этот недостаток. Важным отличием новых струбцин является возможность переставить скрепежные винты снаружи вовнутрь. И это позволит смонтировать аквариум у стены буквально вот в 5 миллиметрах. Вот для того, чтобы сформировать шов снаружи, да, вот эти излишки убрать на старые струбцине, нам приходилось вот так вот корячиться и подлезать туда. Теперь это делать намного проще, ничего не мешается, то есть ты побрызгал и сформировал. Вот, надеюсь, вам понравилась сама идея, да, сам концепт, как это можно использовать. И я предвосхищаю ваши вопросы по поводу того, о чем купить, как вообще. Нам обошлось, ну, я скажу, что это охеренно дорого, потому что мы все это, считай, в единичном экземпляре покупали сами, да, заказывали вот эти винты, ну, фрезеровку, все это получилось очень дорого. То есть, если делать одну, то это, ну, реально дорого. Вот, в связи с этим, может быть, кому-то это будет интересно, да. Да, я хочу, ну, не то, чтобы бизнес, да, замутить, просто, ну, если хорошая вещь вам нужна, давайте сделаем голосовалку сейчас где-нибудь, вот тут появится опрос. Готовы ли такую вот штукенцию купить или не готовы? Вот, мы так прикинули, что без навара для себя, ну, да, чисто вот материалы и сборка, это будет стоить около 200 американских долларов, да, но это на помощь Илону Маску, например, еще тоже. Вот, так что, такие дела, голосуйте, если вам надо, пишите в комменты, мы посмотрим, сколько человек будет, да, то есть, если хотя бы десяток желающих наберется, мы отдадим в производство, и это будет около 200 баксов стоить. Если кому-то одному надо будет, то это, естественно, ну, мы не уложимся в эту сумму просто. Вот, такие дела. Видос, надеюсь, да что там надеюсь, я уверен, что вам понравился видос этот бомбический, так что ставьте лайки, подписывайтесь обязательно на наш канал, увидимся в новых видосах. Чао! Субтитры сделал DimaTorzok